Всем привет! Опять у меня акцент какой-то сочинский. Всем привет! Сегодня поговорим с вами... Опять слышите, да? Поговорим. Сегодня у нас интересная тема. Говорим мы на тему интроверт. Кто такой интроверт? Я интроверт и что это значит? Собственно, я и есть тот самый интроверт. Это не меньшинство, это практически даже 40% я бы сказал. Это ничем не обоснованный факт, я даже не гуглил, но мне кажется, что примерно 40% населения интроверты. Есть экстраверты, есть еще какие-то верты, но поскольку я интроверт, я интересуюсь тем, кто я. И я хочу знать, что это значит, потому что в жизни часто мне приходится отвечать на такие вопросы, как, у тебя все хорошо, у тебя все нормально, ты почему-то как грустно, почему ты один? Я всегда один. Я один. И тут такой кадр должен быть на лодочке, на замерзшей льдине, как я плыву один в айсберге, в океане. Ну, в общем, сегодня я вам расскажу, кто такой интроверт. Если вы интроверт, что это значит? К вашему предположению. Скорее всего, вы думаете, что это человек, который находится в своих мечтах, то есть постоянно о чем-то думает, но мало кто знает, что это действительно значит. Интроверт очень часто хочет быть один. Это люди, которые могут припарковать свою машину там, где красивые деревья, только потому, что им нравится пространство, в котором они оставят свой автомобиль, и когда они будут выходить, они будут испытывать определенные эмоции. Эти люди могут пойти одни, кушать свой обед где-то в парке, и никого не позвать. Обедать или ужинать с группой людей, это тоже круто, если я хочу быть абсолютно выжатым после этого. И каждый раз нужно отвечать на один и тот же вопрос. Почему ты такой спокойный? И каждый раз тебе нужно играть роль, как будто тебя не спрашивали этот вопрос всю твою жизнь. Когда на самом деле тебе хочется сказать, я не грустный, я просто не вижу много смысла в том, чтобы обсуждать это и добавлять какие-то свои слова. Я уже понял, что погода отстой сегодня. Так что, возможно, вы и сможете сказать, что я был частью вашего ужина. Когда у меня прекрасное настроение, могу сидеть с таким лицом. Все мы абсолютно разные, и стоит уважать внутренний строй каждого человека. И иногда кажется, что у других все просто прекрасно. Они живут и не парятся. Они наслаждаются вечером, ужином. Но мы не можем быть как их. Каждый раз в любой ситуации, допустим, в общественном транспорте, где-то в конце автобуса играет музыка. И каждый раз это абсолютно новая история. Звуки, картинки. Для интроверта это целый мир. Мы ощущаем все по-другому. Это каждый раз абсолютно новая история. По крайней мере, в моей голове. И поэтому разговаривать в компаниях, это просто... Особенно, если играет на фоне какая-то диско-музыка или жанр, который тебе вообще не нравится. И это не значит, что вы мне не нравитесь. Или я пытаюсь быть злым. Просто мне не хочется так проводить свое время. Особенно с людьми, которых я не знаю. Для меня новый человек... Это всегда тяжело. Первый день знакомства. Очень тяжело. Точнее, не тяжело, но... Очень странно. Я могу себя вести очень странно. Потому что я интроверт. Интроверты не любят поверхностные разговоры не из-за того, что они ненавидят людей, а из-за барьеров, которые они создают. Вы уже поняли, что интроверты это такие люди в своем мире. Насыщенное воображение, яркие картинки, визуализации, огромное количество мыслей. Все мысли, действия, любые, даже минимальные, распадаются на тысячи вариантов. И ты видишь все варианты, которые были, которых не было, которые могут быть, возможные варианты. И ты видишь всегда все варианты. Всего. Также это чувствуется в эмоциях. И во всем всегда есть такой набор чувств. Ой, бля. Я в этой толстовке себя чувствую, как будто я... из скафандра такого говорю. маленький голос такой идет из... Такой... Зажали яйца кошки. И она пытается что-то там это... показать. Ой. Как вам вообще такие толстовки нравятся? Когда так... поджимают яички. С новыми людьми максимально сложно поговорить о чем-то глубоком. А интроверты любят быть открытыми, настоящими и говорить о вещах, которые намного глубже, чем поверхностные разговоры. Получается, ты не можешь быть совсем честным и открытым, а это в принципе не очень стимулирует общаться дальше. Быть одному для интроверта это не значит быть одиноким. Как и всем другим людям, нам тоже иногда одиноко. даже часто. Но быть одному таким людям, как я, очень важно. Если вы такой же интроверт и вас постоянно спрашивают, почему ты такой грустный, почему ты так мало разговариваешь, почему ты такой спокойный, не говорите, что вы устали. Не ломайтесь внутри себя. Просто спросите, а ты почему так любишь попиздеть? Я наслаждаюсь тишиной и я считаю, что она прекрасна. Я могу уйти или даже выбежать в ванну или выйти на улицу только для того, чтобы перезарядиться. Я могу уйти раньше всех не потому, что мне скучно или потому, что мне не нравится, а просто потому, что я теряю энергию, находясь в большой компании. И вы не должны быть такими, как я. Я понимаю, что возможно это то, что наоборот наполняет вас. Допустим, скоро мой день рождения. Я не хочу, чтобы люди делали «Вау!» Я не хочу, чтобы они приезжали ко мне домой в 12 ночи. Я в своем мире и для меня это очень важно. Это касается всех близких людей и друзей. Я могу не отвечать только потому, что я словил какую-то космическую эмоцию и я сижу в ней. Я насмотрелся картинок в Tumblr или послушал какой-то космический трек. Это может быть что угодно. Если мне нравится находиться в этом состоянии, я не хочу, чтобы оно сбивалось простым сообщением, которое можно открыть позже. Иногда я могу выйти из лифта и пойти по лестнице только из-за того, что в лифт зашел какой-то человек. И чтобы не ехать с ним рядом, я могу пойти по лестнице. Интроверты часто стараются избегать контакта глаз, потому что для нас это очень сильно. Очень сильно ты считываешь эмоции, атмосферу во всем. Везде пространство вариантов. Сложно описать. Сложно понять, наверное, тоже, если ты не интроверт. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Вы интроверт или экстраверт? И пишите, на какую тему хотите следующее видео. Не зря же я надел этот свитер сегодня. Пишите в комментариях, вы интроверт или экстраверт. Ребята, это очень важно. Правда, пишите. Давайте напишем, почитаем, ставим палец вверх обязательно. Подпишемся на канал. Иначе вам не будут приходить уведомления о новых роликах вообще. Вы будете заходить на мой канал только когда вспомните меня. Если вы сейчас вспомните. Зайдите посмотреть, как у меня дела. А там новые видео. Поэтому включайте уведомления заново, оставляйте какой-то комментарий, проявляйте активность на канале. И тогда они будут приходить вам ну, не сайстом под дверью, но на ваш смартфон. Вот. Спасибо, что были со мной. Я вас обнимаю. Целую. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Будьте собой. Это тупое пожелание. Какой-то будьте собой. Нет, ну просто будьте счастливы. Разбирайтесь, кто... Что люди бывают разные. И примите себя. Интроверт, экстраверт. Говноед. Примите все, что вам кидает судьба. И все будет хорошо. Спасибо.